Частный приют Мордом открылся в городе в октябре прошлого года и сразу заявил о себе. Социальная реклама в СМИ, участие в различных акциях, организации экскурсий для всех желающих. Волонтеры приюта пользуются любой возможностью, чтобы облегчить жизнь подопечных. Из последних достижений Мордома – победа в конкурсе президентских грантов. Реализация проекта начнется 1 июля этого года и продлится год по 30 июня 2023 года. Средства гранта будут потрачены на установку вентиляционной системы в помещении приюта, что существенно сократит риски передачи инфекции от животных друг к другу. Кроме того, заложена сумма на закупку вакцин для животных, также это оплата медицинских анализов для поступающих животных или тех котиков, которые болеют. Также деньги пойдут на систему чипирования. Планируют закупить 180 чипов, и все животные, которые будут пристраиваться с 1 июля, уже будут чипированы. Это поможет найти кошку, если она потеряется. Это огромное подспорье в нашей работе, потому что мы частный приют, мы не финансируемся государством, у нас не выделяют средства на помощь нам из муниципального бюджета. Соответственно, это либо помощь неравнодушных горожан, которые нам помогают с приобретением кормов, лекарств, либо мы уже сами выходим на предпринимателей и просим у них помогать приюту. Сейчас под опекой волонтеров 128 животных. Не все находятся в приюте, часть живут пока отдельно на карантине. Большинство кошек попали сюда с улиц и огородов. Кого-то подбросили из квартир. Маркус живет в Мурдоме со дня открытия. Это самый контактный и игривый кот приюта. Но у него проблемы с глазами, так называемая третья века. Из-за этих особенностей хозяина для Маркуса пока не нашлось. Но скоро коту предстоит операция. Мы нашли врача-офтальмолога, который согласился взять его на операцию, который дает нам гарантию, что все пройдет хорошо, что у Маркуса будут глаза, как у всех котиков здоровых, и что мы надеемся, что как раз-таки это повлияет на то, что он очень быстро найдет свою семью. Потому что кот чудесный, ласковый, контактный. То есть кот идеальный. А вот Асе не повезло так, как Маркусу. Вместе с своей сестрой Тасей она попала в приют с улицы. У кошки гноились глаза, вылечить не удалось, пришлось их удалить. Недуг не мешает Асе жить полной жизнью. Она ориентируется на голос, спокойно сидит на руках и ходит в лоток. Сестра Таси за ней присматривает и оберегает. Отдают их в паре. Я считаю, подойдут людям в возрасте. Ну вот как я, например. Потому что молодежь, ну, они, молодежи надо энергичных кошек. Эти более спокойные. Они кошечки так называемые диванные. Они любят, чтобы их погладили. Они любят с вами полежать. Она вот спокойно может сидеть у меня на плече, вот в вольере. Прийти в приют, пообщаться с пушистыми обитателями и выбрать себе нового члена семьи можно, предварительно связавшись с волонтерами по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один или отправив сообщение в группу Мордома ВКонтакте. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.